Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 557 дней ремонта и ожиданий в Барнауле спустя полтора года открыли мост на новом рынке. В Алтайском крае приняли главный бюджет региона на 2024 год. Придется ли затянуть пояса? Детский фильм со взрослыми смыслами в Барнауле прошла премьера картины, которую сняли школьники. Итак, не обошлось без слез. Барнаульцы плакали отчасти на торжественном открытии моста на новом рынке. Старт движению по новому путепроводу сегодня дали глава края Виктор Томенко и города Вячеслав Франк. Как прошло открытие? Все ли работы завершены? И как вскоре общественный транспорт вернется на долгожданную дорогу, расскажет Валентина Аскерова. Ну что, почти все в сборе. Как всегда, на 22. 22! Этого дня ждали 18 месяцев, 557 дней, 13 тысяч часов. Движение по мосту на проспекте Ленина торжественно открыли. По новенькому дорожному полотну первая прокатилась спецтехника. Следом трамваи и легковые машины. На торжественное открытие приехали первые лица города, края и, конечно же, обычные горожане. Исторический момент барнаульцы пропустить не могли. Очень рада мне. Никогда слезы рада. Все проходило. Я любовалась накануне. Все это думаю. Господи, дай Бог всем здоровья. И всего доброго. Все хорошо так сделали нам. Счастье просто. Барнауль и иметь вот такой мост для нас. Это вот так вот. Ну, спасибо всем нашим. Мы очень рады, что этот мост открыли. Нам хорошо теперь. Мы ходили к Дуговую. Очень тяжело было нам старым. А сейчас какая красота. Очень хорошо все сделали. Были молодцы. Мост на масштабную реконструкцию закрыли 21 мая 2022 года. Рабочие в круглосуточном режиме в технологические окна РЖД демонтировали старые путепроводы, переносили инженерные сети, строили шестиполосный современный мост, который выдержит одновременно 60 легковушек и 40 внедорожников. Либо два танка общей массой 40 тонн. Полностью заменена конструкция путепроводов, выполнено устройство проезжей части, линии освещения, контактной сети, ограждение, нанесена дорожная разметка. Поэтому весь комплекс работ, который выполнен на путепроводах, позволяет нам сегодня открыть движение с точки зрения безопасности дорожного движения и с точки зрения транспортно-эксплуатационных характеристик данных путепроводов. На реконструкцию моста было выделено свыше 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Капитальным ремонтом занималась подрядная организация Барнаульская ДСУ-4. Сегодня дорожники дали старт движению по мосту, а к лету следующего года объект окончательно сдадут в эксплуатацию. Остались работы по заполнению межпутевого пространства рельс, плиткой и асфальтобетоном. Эти работы мы будем выполнять в теплое время уже, понятно, следующего года. Будет выполнена окраска обоих путепроводов и металлического, и железобетонного, благоустройство откосной части на железной дороге, под мостового пространства. Ну, то есть все работы уже, по сути, такие, ну, как можно сказать, что наведение марафета на объекте. То есть уже в больших инженерных работ выполняться не будет. Завтра к легковым машинам присоединится общественный транспорт. Автобусы спустя полтора года вернутся на свои маршруты. Проспект Калинина и площадь Октября вздохнут спокойно. Автомобильные потоки распределятся равномерно. А это значит, что пробки и транспортные коллапсы в часы пик в центре города снизят градус недовольства. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А теперь подробнее о новой схеме движения. Напомним, в Барнауле частично уберут выделенные полосы для общественного транспорта. Уже с декабря они исчезнут на проспекте Калинина, по улице Аносова и на отрезке Ленина между Матросова и Аносова. Из-за изменений на перекрестке двух этих улиц автомобилисты в зависимости от направления движения смогут свободно поворачивать из крайней правой или левой полосы для перемещения по направлению к проспекту Калинина. На пересечении Матросова и Ленина схема будет выглядеть так. Левый ряд имеет право выезда в обе стороны, правый лишь направо. У подъезда к мосту со стороны торгового центра вернут движение по трем полосам в сторону Кулагина. Также автомобилисты вновь смогут поворачивать на улицу Пионеров со стороны Калинина. А если ехать со стороны Пионеров, то с двух рядов будет разрешено движение во все стороны. На перекрестке Ленина северо-западная схема будет выглядеть так. Два ряда только вперед и один вперед и направо. В истории строительства моста на новом рынке наконец-то можно поставить точку. Ну а мы продолжим. Бюджет Края на 2024 год принят. Сегодня парламентарии утвердили, главный финансовый документ региона большинством голосов. Одна из фракций воздержалась. Депутаты уже признают, что Край ставит перед собой в следующем году большие обязательства. В чем это проявляется, узнавала Анастасия Дороган. Сегодня депутаты вернулись к первому чтению краевого бюджета на 2024 год. Документ скорректировали после дополнительных 6 миллиардов рублей с федерацией. Итоговые строки. Доходы 149 миллиардов, расходы 164. В некоторые сферы в следующем году федеральное поступление будет распределяться впервые. Это единая субвенция на достижение показателей государственной программы развития туризма – 111 миллионов рублей. А также субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом. Это на систему непрерывного мониторинга глюкозы общим объемом более 100 миллионов рублей. А также субвенции на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти в области лесных отношений в части мониторинга лесопожарной обстановки. Отметили депутаты и еще один рост – собственных доходов. С 77 миллиардов этот показатель вырос до 89. Надеемся на свои силы, подчеркивали выступающие. Органы власти края берут перед собой амбициозные обязательства. Я скажу о том, что наши собственные доходы, мы их формируем в объеме 89 миллиардов рублей, они преврастают выше, чем на 14%. Отрасль реальной секции экономики формирует на сегодняшний день и рост инвестиций, и, соответственно, рост капитала, и, соответственно, рост поступления доходов в бюджет. Ко второму чтению, фракции подготовили больше сотни поправок на сумму 20 миллиардов рублей. В законопроекте учли на 6. Они коснулись комфортной городской среды, покупки медтехники, повышения зарплат бюджетникам. В целом, к этой сессии потяжелел дорожный фонд, бюджет КАИП и программы газификации. И хотя у оппозиции остались вопросы к окончательной редакции финансового документа края, многие фракции отнеслись с пониманием расходов на СВО. Нравится ли нам фракция ЛДПР фактически секвестированный бюджет? Нет, не нравится. Нравится ли фракция ЛДПР программа развития края по 2% в год? Да, тоже не нравится. Понимаем ли мы, почему у нас бюджет такой и почему денег с федерального центра пришло, скажем так, меньше желаемых? Да, понимаем. Необходимо индексировать доплапал пенсиям народным, заслуженным работникам заслуги перед отечеством, трудовые и боевые заслуги, полагающихся приемным родителям в месяц. Мы не можем проигнорировать вот это огромное количество граждан, доходы которых будут не индексированы, либо недоиндексированы. Не поддержать бюджет в такое время, не боюсь сказать, равносильно помощи врагам нашего отечества. КПРФ стала единственной фракцией, не поддержавшей бюджет. 15 депутатов воздержались. Это было главным вопросом сессии. Другое важное решение должно остановить геноцид пчел. Сегодня депутаты одобрили поправки, уточняющие процедуру обработки фермерами полей. Закон указывает четкие сроки и каналы оповещения и информацию, которую должны указывать аграрии. Каким способом будет проводиться обработка полей? Воздушным, наземным. Наименование препарата обязательно указывается. Указывается и водозировка. Срок действия и срок изоляции пчел. Кроме того, сегодняшним решением у общественных наблюдателей, которые проверяют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания, появилось краевое финансирование для оплаты бензина или транспорта или командировок за пределы края. В следующем году для них выделят 310 тысяч рублей. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. На сессии АКЗС сегодня принимали не только законы, но и гостей. К парламентариям приехали два маленьких героя. Это дети, которые не побоялись ни огня, ни воды. На какие подвиги пошли юные жители края и кому они спасли жизнь, об этом расскажет Данил Кузнецов. Сегодня на сессии Алтайского ЗАГС Собрания необычные слушатели. Дети. И не просто дети, а герои. Марина Любухина из Камня-на-Аби вытащила свою двухлетнюю сестру из окна во время неожиданного возгорания в доме. А Андрей Духно спас тонущего друга в Алтайском районе. За эти поступки их наградили в торжественной обстановке. Детям вручили медали за проявленное мужество. Награду маленькие герои получили из рук сенатора Российской Федерации от Алтайского края Виктора Зобнева. Несмотря на свой юный возраст, наши дети, герои, совершают такие поступки. Наверное, в некоторых классах взрослыми, не все эти взрослые, достаточно. Поэтому, поздравляя и награждая детей, мы хотим сказать огромное спасибо за то мужество, за то грязь, которое вы проявляете на свете. Еще раз большое спасибо. Чувства, эмоции были не очень. Переживание было за друга. То, что друг все-таки не сможет, типа, ничем помочь. И может обернуться все в худшую сторону. А что друг сказал, когда потом уже пришел в себя? Друг поблагодарил. Так, потом посмеялись. А вот Марине Любухиной после пожара было не до смеха. Сильно кашляла от дыма. Однако все могло быть хуже. Повезло, что быстро сориентировалась и помогла не только себе, но и сестре. Просто сидела, разговаривала с подружкой. И просто ко мне подошла моя сестра. Я повернулась назад, и там, получается, был огонь. И он захватывал весь дом. Я поняла, что надо выбираться. И поэтому решила вылезти через окно. Несмотря на такое внимание, награды, дети вспоминают о своих подвигах неохотно и даже скромно, считая, что на их месте любой поступил так же. Ирина Корчегина, Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Жители Алтайского края смогут отправить свои вопросы на прямую линию с Владимиром Путиным. Сегодня стало известно, что президент страны подведет итоги года 14 декабря. Вопросы для прямой линии начнут принимать с 1 декабря. Отметим, в этот раз прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией, во время которой президент встречается с журналистами. Она будет 18-й по счету. В таком формате Владимир Путин общается с журналистами с 2001 года. Продолжим. В Министерстве спорта края официально появился руководитель. С 1 декабря на эту должность выйдет Иван Нифонтов, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта России под дзюдо. Напомним, он заменил на посту Максима Рябцева, который был назначен министром спорта края после того, как Алексей Перфилев подал в отставку в апреле 2022 года. Руководство Рябцева запомнится общественности главным образом двумя событиями – переездом Краевой Федерации «Шахмат» в новый дом и скандальным корпоративом. К другой теме. Киношкола «Короткого метра» стартовала в Барнауле. Она продлится до 4 декабря. На протяжении этих дней начинающие, а также опытные сценаристы, преподаватели творческих профессий, актеры, режиссеры будут изучать тонкости работы с краткометражными фильмами, операторского искусства, режиссуры звука и монтажа. На первом мастер-классе побывала наша съемочная группа. Задумчивый взгляд и куча мыслей в голове. С этого и начинается задумка идеи для фильмов. Однако не все так просто. Придумать и написать так не получится. В каждой работе есть стандартный алгоритм. Проблема, решение, конфликт и еще раз проблема. По такому принципу и строится сценарный ход для фильма. Особенно, если он носит категорию короткометражки. Ведь у этого направления много плюсов. Что касается полнометражного кино, это составляет, естественно, проблему, если нет специалистов ни творческого, ни производственного звена. И потом, как правило, полнометражное производство все-таки очень дорого, затратно, проблематично, долго и так далее. Именно короткометражное производство – это та возможность быстро, дешево и, так сказать, с минимальными рисками потренироваться. С тем, чтобы, в общем, сначала научиться рассказывать истории, научиться их снимать, а потом приступать уже к каким-то более масштабным работам. Такой проект, как киношкола, в Крае проводится впервые. Главная задача – обмен опытом и, конечно же, научить правильно рассказывать историю фильма. И только тогда получится писать сценарий. Режиссеров, сценаристов, операторов, преподавателей творческих профессий ждут мастер-классы на разные темы – от продюсирования до монтажа. А организаторы отмечают, что изюминка этого проекта не только мастер-классы, но и подготовка сценариев. Аудитория заполнена такими мотивированными, заинтересованными людьми. Рассчитываем, что по итогам киношколы будет написано три сценария короткометражных фильмов, которые в дальнейшем будут иметь шансы быть реализованными. Эти сценарии будут разрабатывать прямо во время мастер-классов. И идея фильма будет готова настолько, что останется только снять. После завершения киношколы кураторы будут помогать своим студентам в онлайн-режиме, а также выезжать на площадки и контролировать съемочный процесс. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. И в продолжении темы кино в Барнауле состоялась премьера фильма «Выходные». Он примечателен тем, что снимали его не простые любители, а дети. Юные участники проекта «Киноинтенсив» прошли весь путь. От идеи для сценария до монтажа фильма и постпродакшена. Конечно, под руководством команды опытных наставников. Подробнее расскажет Дарья Ирошина. Любительское кино всегда экзотика. Особенно, когда его создали дети. Премьера фильма, сделанного непрофессионалами, состоялась в краевой столице. Лучшая идея из множества заявок легла в основу сценария фильма «Выходные». Фильм строится на конфликте. На конфликте деревенской и городской жизни. На конфликте детей, которые растут в гаджетах. И на конфликте детей, которые все еще живут какой-то простой жизнью без электронных гаджетов, без интернета. То есть, они находятся в деревне и они больше проводят времени с семьей. Проект «Киноинтенсив» для детей и молодежи – целый образовательный курс с видеоуроками о том, как снять фильм. Желающие участвовать подключались к нему в любой момент подготовки. Приходили и уходили. Посмотреть, к чему привел эксперимент, захотели многие. От короткометражек я в целом многого не жду, потому что сложно за 20 минут вложиться в какой-нибудь полный метр, рассказать историю. Но если у фильма получится, то хорошо. Если нет, то хотя бы бесплатно. Фильм «Как подростки проводили выходные». И там еще говорило, что кастинг был, и родители не разрешали девочкам сниматься, потому что где-то в лесу это было. И было это вечером или ночью, и чтобы дети туда не ходили. А я, она говорит, и пришлось мне снимать моих детей своих собственных. Мне кажется, что там будет семья связана, как они отдыхали, возможно, увлечения детей, взрослых. О чем лента зрители узнали только во время просмотра. Трое детей. Две городские, избалованные цивилизацией девочки, деревенский парнишка. За выходные в деревне у бабушки с дедушкой дети смогли не только проникнуться теплом к старшим родственникам и, наконец, оторваться от телефонов, но и ощутить, как по спине пробегает холодок смерти, если близкому вдруг становится плохо. Какие-то такие съемки, которые затрагивали бы фильм, тема которого была бы приближена к теме семьи, любовь к родине, отечества и дружбы, человеческой, простой детской дружбы. Фильм о главных ценностях сделали всего за полтора месяца. Такие сроки у Гранта. За это время не только утвердили состав актеров, и тут чем меньше, тем лучше, но и организовали работу всех участников, от помощника режиссера с хлопушкой до оператора и звуковика. Остается дождаться, когда дорогу в кино откроют не только участникам разовых грантовых проектов, но и любителям и профессионалам, которые уверены, что снимать фильмы «Нужно по любви». Радуют очень глаза горящие. Ребят, которые хотят творить, которые активно присылали нам свои идеи, активно принимали участие в съемках. И дальше у них желание. Они уже спрашивают, когда новые проекты, когда мы будем что-то еще снимать, мы еще хотим. Значит, это кому-нибудь нужно, чтобы у маленьких звезд горели глаза, когда они поднимаются на сцену под аплодисменты. Дарья Ирушина, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Но я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok